С чего начинается счастье? Почему именно такое название? Рядом с моим счастьем. Рядом с моим счастьем, извините. Ну, это программа, это диск, это программа, которая такая, во-первых, она сильно посвящена моему другу ушедшему, Сереже Каплану, и плюс ко всему прочему, она привязана ко многим стихам и темам дружба, любовь, счастье. Поэтому вот такая песня, которая стала главной в этом диске, вот она дала название. С Сергеем Капланом вас очень много связывало, творчество, очень много стихов, на которые вы положили мелодии, замечательные просто стройки, замечательные стихи, замечательная музыка, вообще здорово, я так рада. Я думаю, что не только я, но и наши активенцы очень рады видеть вас в нашей студии, потому что голос у вас божественный, все ваши мелодии, в общем, пою я вам сегодня. Спасибо, очень приятно. Помимо того, еще и прекрасные стихи о себе. Да. Александр, ну, конечно же, мне бы хотелось поинтересоваться, как давно, точнее, впервые ли вы в нашем городе, вообще в Казахстане, и какое впечатление произвела наша публика на концерте 2 ноября, расскажите об этом. В Казахстане я второй раз, ну, в октябре я первый раз, мне очень понравилось. Вчера у меня был день такой свободный уже, мы погуляли вчера, восхитился я красотами, посмотрел на храмы, посмотрел на улицы, вот, и, в общем, так вот мы погуляли, мы очень душевно, несмотря на холод, было очень хорошо, и мост новый мы увидели, и очень хорошо. Да, октябре я тебя поздравил с победой в футболе, вот, со сцены, чем вызвал хорошие аплодисменты. Конечно, всегда приятно, ведь вы, человек из Москвы, приехали к гости, в курсе наших событий. Ну, тут сразу меня ввели в курс, друзья, что у нас тут сегодня такой день, что сегодня футбол. Вот, и был очень хороший концерт, и очень теплые зрители, и, в общем, мне понравилась филармония. Зал очень уютный, хорошая акустика, и очень хорошие ребята делали звук, вот, им отдельный респект, как говорится сейчас. Вот, поэтому все было замечательно, и, на мой взгляд, концерт получился, и было очень душевно, и я доволен. Александр, а вы приехали в наш город один или с вашей супругой Юлей? Ну, я приехал один, хотя я часто езжу с Юлей, мы до этого тоже выступаем, и коллективом, вот, но у нее есть другая работа, она занимается производством мультфильмов, она занимается производством мультфильмов «Фиксики», есть такой детский мультик, российский сериал, такой популярный мультик, лекционный, и она не может вот со мной вот так вот ездить много по гастролям, а я уезжаю вот так вот, могу на месяц, вот как сейчас уехал. Выезжаете и по всем городам? Ну да, у меня вот такой тур от Москвы до Иркутска с заездом к вам, такой спецзаезд такой, в Казахстан, именно в Актоме, потом я обратно в Россию и до Иркутска еду. Потому что на вашем официальном сайте там все прописано до 1 ноября, я так понимаю, что у вас нет выходных, ну, не знаю. Ну да, вот только разъезды и концерты, дорога концерт, дорога. А когда удается отдохнуть, и вообще впереди Новый год, уже буквально через два месяца? Ну, сплю я в поездах. Тоже концертом отметите Новый год, или все-таки удастся посидеть? Нет, я на Новый год всегда дома, никаких концертов, никаких корпоративов, это железное правило. И потом я 10 дней не выступаю, я еду к маме там, ну, в общем, это такое семейное дело. Выступаем потом. Если отдыхать, то праздновать, то надо праздновать. Ну да, я согласна. Вот, и вот это будет отдых, да, и потом вот, а вот таких отпусков специальных у меня сто лет не было, чтобы какой-то поехать, знаете, вот такой специально там на Джамайку, да, там, и там вот две недели проваляться на пляже. Ну, я бываю от отдыхами, когда вот я приехал выступать, и вот у меня 4 дня там или 3 есть, и я, да, я вот там могу там поспать, отдохнуть. Александр, я знаю, что впервые вы в 3 года вышли на сцену. Помните это ощущение, с какой песни вы вышли? И тогда вы знали, что сцена – это ваша жизнь? Ну, тогда, наверное, я не осознавался. Не догадывался? Не догадывались? Внутреннего чувства еще не было тогда? Я думаю, что я не понимал даже. Я пел песню про маму, это я помню хорошо. Стояли сзади хор таких подростков, детишек постарше меня там несколько лет. Они вот этот хор был, а я вот был солистом трехлетний вот этот шпингалет, который пел, значит, песню про маму. Кто что-то знал, что вот песня станет моим, никто, конечно, не догадывался, хотя мама этого хотела. Александр, а на каких еще инструментах вы играете? Ну, вот я играю, вообще я духовик, да, я играл на тубе, на трубе много лет. Вот, потом, значит, бас-гитара, гитара, барабаны, фортепиано. Вот это такие основные инструменты. Ну, как же основная эта гитара? А ваши первые песни были о чем? О любви, о семье? Ну, да, о любви. Это были подростковые песни, которые, я думал, что они самые гениальные, потому что была единственная, последняя любовь в 13 лет. Наверное, это все люди переживают, а особенно люди творческие. Да, и вот была такая песня, я помню, прям вот я сам пел ее, прям чуть не плакал, вот все. Это же единственная в мире любовь была, самая великая. Уважаемые телезрители, мне бы хотелось сейчас обратиться к вам, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю Александру Сафронову. Может быть, вы хотите попросить его что-то спеть индивидуально для вас и какую-то индивидуальную песню из его репертуара. Пожалуйста, звоните 222-333. Я думаю, наш гость будет рад звонку и, в общем-то, останутся о нашем городе еще более приятные впечатления. Александр, расскажите поподробнее, у вас была возможность познакомиться с нашими бард-исполнителями? И где, кстати, вы с ними познакомились, потому что, раз вы говорите, впервые в городе, наверное, где-то на одном из Грушинских фестивалей. Ну, на самом деле, было чуть ближе все, есть такой кувандык замечательный, и вот мы на этом фестивале познакомились как раз с актюбинскими бардами. Это вот клуб «Рюкзак», Рома, Роман и Ольга Акчурина, их ученики. Вот мы уже сколько лет, уже, ну, 5 или 6 мы как вот так вот знакомы, дружим, и встречаемся и на Грушинском фестивале, и на Орском фестивале, вот, в обе лето, который проходит в августе. Поэтому вот мы увидимся иногда и переписываемся, вот, и это все благодаря вот Ольге и Роману я оказался здесь. Да, она человек очень активной жизненной позиции, замечательный человек. Да, и она сделала вот такие серьезные шаги, чтобы я приехал сюда с концертом, так что Ольге огромное спасибо. И отдельная благодарность от нас, ведущих, и, думаю, от наших горожан. Потому что не зря вы приехали, нам очень приятно сегодняшнее утро встречать вместе с вами. А так как наша программа утренняя, хотелось бы задать вопрос, с чего начинается ваше утро? С хорошей песней, Александр, наверное, да. Ну, так как я человек больной музыкой, глубоко раненый, у меня музыка всегда в голове крутится, а я тут никуда не денешься. А с какой мелодией в голове, это сложно уже сказать, это всегда по-разному. А начинается утро с желания поспать еще. Ну, надо себя пересиливать и вставать. Очень часто по утрам приходится вставать рано, потому что у меня еще дети малые есть, и приходится, и заниматься с детьми, когда я дома. А когда на гастролях, это вообще заставляешь себя, и надо вставать. Ну, знаете, дорога, самолет, там, поезд, когда ты там пролетишь, куда? Вот надо вставать, и все. Александр, вот вы начали говорить о детях, и до этого мы затронули тему. Супруга, как вы с ней познакомились? Она с вами исполняет очень много песен. Да, да, да. И связала ли вас с музыкой? Вот в одном из интервью, очень такое красивое, красиво вы вас так назвали, две половинки одной души, я не могу это не отметить еще раз. Расскажите, пожалуйста, историю знакомства и творчества. Ну, это был Псков, 2000 год, фестиваль авторской песни, я был представителем жюри, а Юля была в конкурсе. Она заняла тогда второе место, о чем она особо говорит, потому что я не была блатной, там, какой-то там, второе, не первое. Ну, а потом мы еще с ней встретились там в другом городе на фестивале, ну, как-то вот так вот. Все-таки эта песня авторская вот наша нас свела, да-да-да, так получается, и мы стали общаться. Потом у нас появилась первая совместная песня в дуэте, вот, мы еще не были вместе, но вот уже даже петь начали, а потом вот как-то так скрепилась уже и по-семейному, то есть песня, она послужила. Александр, я хотел попросить о себе Александра, чтобы именно сейчас для нас, для наших телезрителей, он исполнил какую-нибудь песню, которая зарядит наших телезрителей положительными, позитивными эмоциями на всю неделю, да и не на всю неделю, а на весь год. На весь год это было бы очень здорово. Или хотя бы до конца года, да? Да, на следующий год вы обязательно должны к нам приехать еще. Хорошо. Ну, вот как раз я и хотел спеть рядом с моим счастьем эту песню на стихи вот моего очень хорошего друга Феликса Дымова. Это ленинградский поэт, питерский поэт уже, да? Она такая мажорная. Мне кажется, она с утра будет хороша. Я тут буду сейчас дудеть за саксофон, не пугайтесь. Мимо твоих окон, колесам бесшумным, Мчатся, дороги лежат около рядом с моим счастьем, рядом с моим счастьем. Гудеть поездом и автобусом, с асфальтом и рельсами драться, Чтоб через точку на глобусе легла счастливая трасса легла счастливая трасса. Вап-апу-вау, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла И все-таки мимо счастья И все-таки мимо счастья Мимо твоих окон Колесам бесшумно мчатся Дороги лежат около Дороги лежат около Рядом с моим счастьем Счастьем Та-да-да-та-та-тай О, отлично! Браво! Ну что ж, аплодисменты в студии нашей вам. Будем надеяться, что в нашем городе вы впервые появились, но в будущих годах обязательно будете приезжать к нам почаще. Спасибо, очень хочу в это верить. Спасибо вам огромное, Александр, вам за беседу, за утреннее настроение, которое вы подарили нашим телезрителям. Но, к сожалению, наше эфирное время быстро закончилось и подошло к концу вот на такой ноте, на такой мелодии замечательной. Мы заканчиваем это утро. С вами были Алибия Крозабаев. Я Селера Стангалиева. В среду, 6 ноября, мы будем вместе с вами говорить о трудоустройстве. Как правильно найти работу, как правильно составить резюме и успешно пройти собеседование. Обо всем об этом поговорим вместе с вами в среду, 6 числа. Оставайтесь вместе с нами и продолжайте смотреть телеканал Рика ТВ. До свидания, всего самого хорошего. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова